Здравствуйте! В эфире программа «Судья разъясняет». С вами Елена Хворостенко и гость нашей студии, судья Новомосковского городского суда Тульской области Сергей Феофанович Кондратьев. Здравствуйте, Сергей Феофанович. Тема нашей сегодняшней беседы – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, обращение граждан с иском о компенсации морального вреда. Ну и первым вопросом, наверное, вот такой мы возьмем. Если при дорожно-транспортном происшествии участнику движения причинены телесные повреждения, то какова будет степень ответственности за данные правонарушения? Степень ответственности будет зависеть от тяжести причиненного вреда. Если причинен тяжкий вред здоровью, то наступает уголовная ответственность. Если причинен вред здоровью средней тяжести или легкий вред, то наступает административная ответственность. Существует такая статья в административном кодексе, которая предусматривает ответственность за причинение легкого вреда здоровью в результате нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. За нарушение данной нормы предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет. Если причиненный вред здоровью будет относиться к вреду средней тяжести, то наступает также административная ответственность и санкция за нарушение предусмотрена в виде штрафа в размере от 10 до 25 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Сергей Феофанович, и вот такой дополнительный вопрос. Например, я попала в ДТП, меня сбили, я держусь на ногах, но чувствую себя плохо. Куда мне идти в этом случае, чтобы определить мои действия? Меня сбили, что мне делать? Распишите пошагово. Если случилось ДТП и имеется потерпевший, то в любом случае здесь вызывается ГИБДД. Сотрудники ГИБДД составят необходимые документы, но естественно, если получили телесные повреждения, то необходимо сразу обратиться за медицинской помощью. А по результатам проведения проверки будет принято решение, содержит действие водителя состав административного правонарушения, то тогда уже сотрудники, которые проводят проверку уполномоченного органа, они и выдадут направление вам для проведения судебно-медицинской экспертизы. Но первоначально медицинское учреждение, заказание медицинской помощи, первоначальное обращение. Нарушение каких пунктов правил дорожного движения влечет ответственность по статье 12.24 КОАП Российской Федерации? Наиболее часто встречаются пункты, такие правил дорожного движения, как 8.3, когда при выполнении маневра водитель не убедился в его безопасности, создал опасность. Кроме того, имеется пункт такой, как 8.4, это нарушение правил перестроения. Пункт 8.8, когда при повороте на лево или развороте водитель не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся со встречного направления. Имеется также нарушение пункта 10.1 правил дорожного движения, это наиболее распространенный пункт, когда водитель выбирает скоростной режим движения, не учитывая дорожные и метеорологические условия, состояние транспортного средства, видимость направления движения. Этот пункт как-то раз нарушение и влечет привлечение по статье 12.24 Административного кодекса. Ну и, наверное, вот этот пункт, он самый такой опасный с точки зрения возникновения дорожно-транспортных происшествий. Да, пожалуй, это наиболее частый пункт, нарушение которого допускается водителями. И также еще можно отнести сюда нарушение такого пункта, как 14.1 правил дорожного движения. Это когда водитель приближается к пешеходному переходу, он обязан снизить скорость или остановиться для того, чтобы пропустить пешеходов, которые переходят в проезжую часть, или тех, которые вступили на проезжую часть для совершения перехода. Этот пункт имеет такое большое значение, поскольку пешеход тоже участник дорожного движения. Плотность движения большая, пешеходов на дороге также встречается большое количество. Как определяется размер компенсации за моральный вред в суде? И какие факторы учитываются при назначении этой компенсации? Компенсация морального вреда всегда осуществляется в денежной форме. И размер компенсации морального вреда определяется судом, поскольку для этого необходимо обратиться в суд. В зависимости от характера, причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, учитывается тяжесть причиненного вреда, какие наступили последствия, принимается внимание срок, в течение которого потерпевший был лишён возможности осуществлять нормальный образ жизни, который он до этого вёл обычно. Учитывается степень вины причинителя вреда в случае, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении компенсации морального вреда должны также учитываться требования разумности и справедливости. Вправе ли потерпевший предъявить иск о взыскании с водителя невиновного в ДТП компенсации морального вреда при совершении данного ДТП? Вправе предъявить иск, даже и при отсутствии вины водителя, поскольку Гражданским кодексом предусмотрено, что владелец источника повышенной опасности, который владеет транспортным средством на законном основании, на праве собственности, договоры аренды, на ином законном основании, он является владельцем источника повышенной опасности и несёт ответственность за вред, причинённый источником повышенной опасности. Вот применительно к нашему рассматриваемому здесь случаю, транспортного средства. И поэтому, естественно, потерпевший вправе обратиться в суд к владельцу источника повышенной опасности, даже если отсутствует его вина в дорожно-транспортном происшествии. Здесь только владелец источника повышенной опасности может быть освобождён от ответственности, если вред был причинён следствием непреодолимой силы или прямого умысла потерпевшего. Вот я знаю, в Москве даже у некоторых, скажем так, граждан с аморальным образом жизни был источник дохода, бросаться под машины. Вот как водитель может себя застраховать от такого умысла? Ну, я думаю, в данном случае необходимо сразу привлечь к данному ДТП свидетелей, которые видели обстоятельства ДТП. Это поможет доказать, что всё-таки умышленно пешеход бросился на траекторию движения автомобиля. Есть ещё сейчас в качестве доказательств, я думаю, можно использовать. Запись видеорегистратора сейчас устанавливается во многих автомобилях. Каков порядок обращения граждан в суд за возмещение морального вреда в результате причинения вреда здоровью из-за ДТП? Ну, здесь предусмотрен порядок искового производства. Иск подаётся по месту жительства ответчика, то есть владельца источника повышенной опасности, может быть, он и виновником в ДТП, может быть, и невиновен в ДТП, либо иск может быть предъявлен по месту жительства ИСА. Заявление необходимо указать подробно все обстоятельства ДТП. Какими доказательствами подтверждается причинение телесных повреждений и причинение морального вреда? Здесь можно заявление составить. Оно оплачивается государственной пошлиной. К заявлению приобщаются доказательства, на которых ИСТЕЦ основывает свои требования. Этими доказательствами могут быть любые фактические данные. Это можно заявлять в ходатайстве о допросе свидетелей и письменные документы, справка о ДТП, которую выдают сотрудники ГИБДД при первоначальной проверке, документы, обращение за медицинской помощью, заключение судебно-медицинской экспертизы, если это было проведено в рамках проверки сотрудниками ГИБДД. Если же органом, который был управомочен проводить расследование, как правило, это и является ГИБДД, был составлен протокол, и суд принял решение и в вынесенном постановлении установил вину владельца источника повышенной опасности, то необходимо также приобщить и данные постановления. Чем перед судом можно доказать размер вообще моральной страдания? Как вот их доказать? Это описать надо. Для того, чтобы обратиться в суд, необходимо составить исковое заявление. Исковое заявление может быть подано как по месту жительства потерпевшего, так и по месту жительства ответчика, каковым в данном случае может быть владелец источника повышенной опасности. В заявлении подробно указываются обстоятельства, при которых было совершено ДТП, указывается, какие повреждения получил потерпевший, в данном случае истец, указывается, какие ему были причинены страдания. Как правило, ДТП сопровождается травмами, а травмы это всегда влекут боль, и невозможность вести нормальный образ жизни в течение иногда длительного времени. Естественно, человек страдает, ему причиняются моральные страдания, поскольку он и боль испытывает, и не может вести нормальный образ жизни, он не может трудиться. К заявлению прилагаются доказательства, которые подтверждают обстоятельства ДТП и заявленные им требования. Доказательствами могут быть любые фактические данные, это могут быть письменные доказательства в виде документов, справки КИБДД, которые составляются на месте, медицинские документы первичного обращения за медицинской помощью, медицинские документы, подтверждающие продолжительность лечения, документы, подтверждающие понесенные расходы, тоже может свидетельствовать. Кроме того, показания свидетелей будут доказательствами в этом случае, и свидетели это не только те лица, которые были очевидцами ДТП, а те, которые общаются с ИСОМ, знают, как ему тяжело было после получения травмы, что он и боли испытывал, и не мог вести нормальный образ жизни, это тоже будет подтверждать. Также и не можно приобщить к материалам дела сведения о своем материальном положении, это тоже будет доказательством для того, чтобы определить размер. – Потерпевший, скажем так, вот он получил травмы, и он не может ходить, не может лично обратиться в суд. То есть может ли обратиться в суд представитель потерпевшего, и кто именно, и вообще в течение какого срока возможно обращение в суд после ДТП. Потому что, ну мало ли там, например, все заняты лечением потерпевшего, просто не сразу доходит, что надо обратиться в суд за возмещением вреда. Просто все заняты лечением. Вот в течение какого срока могут спохватиться? – Ну, начнем с того, что потерпевший вправе лично обращаться в суд с иском за защитой своего нарушенного права о взыскании компенсации морального вреда, а может и вести дело через представителя. Гражданско-предсоциальное законодательство предусматривает ведение дела через представителя. Для этого выдается доверенность лицу, который будет вести дело. Это может быть профессиональный юрист, адвокат, либо иное лицо, которое ориентируется в правовом поле и в законодательстве. И полномочия удостоверяются доверенностью. В доверенности обязательно должно быть оговорено право представителя на подписание искового заявления и предъявление в суд. Если это в том случае, потерпевший сам не может предъявить заявление в суд. И другие полномочия должны быть оговорены в доверенности. – Сергей Феофанович, я вас прерву, а доверенность вот эта, она должна быть нотариально заверенной на официальном бланке или достаточно просто написать в больнице заявление от руки? – Доверенность может быть нотариально заверенной, а также доверенность может быть выдана организации, управляющие по месту жительства, организации, где работают потерпевшие, но чаще всего пользуются нотариальной доверенностью. – В течение какого срока пострадавший может обращаться в суд после ДТП? – Срок давности по искам о возмещении вреда в общем-то не установлено. – Сергей Феофанович, а если гражданин получил травму в общественном транспорте, то с кого ему требовать компенсацию? И вообще, каков тут будет порядок обращения за такой компенсацией? – Ну, здесь хотелось бы отметить, что если будет компенсация имущественного характера, то здесь все-таки работает страховка. И здесь немного иной порядок предъявления иска, поскольку здесь еще необходимо задействовать страховую компанию. Если же речь идет только о компенсации морального вреда, то здесь, как я уже сказал, кладется источника повышенной опасности. И здесь мне бы еще хотелось обратить внимание, что общественный транспорт – это не всегда может быть вина водителя. Если рассмотреть такой случай, когда водитель с соблюдением правил дорожного движения в зимнее время приближается к остановке, автобус занесло, при этом орган, который проводил расследование, не установил его вины, то здесь уже будет отвечать, возможно, и организация, которая отвечает за содержание дорог на данном участке. – Был такой конкретный казусный случай, что гражданин получил травмы в результате нарушения ПДД, но вины водителя транспортного средства в этом не было. То есть припаркованный на обочине автомобиль, сзади врезался другой автомобиль и первый сбил пешехода. Вот при подобных казусных случаях куда обращаться пострадавшему? – В первую очередь в медицинское учреждение, поскольку все-таки, если был сбит транспортным средством, то здесь повреждения-то наверняка будут причинены. Но дальше по результатам проверки, которые будет проводить ГИБДД или другой орган уполномоченный и будет принято решение, здесь и надо обращаться. Но, скорее всего, в данной ситуации, когда задействованы транспортные средства, больше одного, как здесь вы сказали, два транспортных средства, то здесь все-таки только суд сможет разрешить. Вопрос о возмещении компенсации морального вреда. – Сергей Феофанович, а вообще каков порядок, размер компенсации морального вреда, который присуждает суд? Стоит ли овчинка выделки? – Действующим законодательством не определены критерии, которые бы четко указывали, каким образом определяется, точнее, в каком размере подлежит взысканию компенсации морального вреда? Я уже ранее сказал, какие обстоятельства принимаются для определения размера компенсации морального вреда. А размер может быть различным. Может быть и 2000, и 5, и 10, и 15, и может быть даже и 150 тысяч. Здесь будет все зависеть, какие наступили последствия. Будет, естественно, приниматься во внимание вина владельца источника повышенной опасности или ДТП совершено при отсутствии. Здесь, естественно, размер компенсации морального вреда будет уменьшен, поскольку нет вины. Это все принимается во внимание. Кроме того, у суда есть и возможность снизить размер компенсации морального вреда. Здесь уже учитывается материальное и имущественное положение ответчика, его семейное положение. Какое имущество он имеет в собственности, движимое, недвижимость, и какой его доход в месяц, сколько у него находится на издевении членов семьи. То есть, если, например, виновник ДТП имеет на содержании несовершеннолетних детей или там членов семьи, издевенцев, то это все суд принимает во внимание, да? Безусловно. Это все учитывается при определении размера компенсации морального вреда. Не значит, что он полностью будет освобожден от взыскания компенсации морального вреда, но суд принимает это внимание. И, конечно, прежде чем обращаться в суд, нужно посмотреть, какие наступили последствия, какие будут затраты по ведению дела, учесть, если это дело будет вестись с участием представителя. Из вашей практики, каков был максимальный и минимальный размер компенсации именно морального вреда? Ну, максимальный был порядка где-то 150 тысяч рублей, а минимальный 15 тысяч рублей. Спасибо вам, Сергей Феофанович, за разъяснение. И что бы вы могли в итоге пожелать нашим зрителям? Пешеходам быть осторожнее на проезжей части, водителям соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и предусмотрительными. Напоминаю, у нас в гостях был судья Новомосковского городского суда Тульской области Сергей Феофанович Кондратьев. Редактор субтитров А.Семкин